Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня мы к вам с радостной новостью. Наши чемпионы, спортсмены, занимающиеся муай-тай или тайским боксом, что более, наверное, известно широкой публике, привезли золотые и не только золотые медали. Но вот золотым мы, конечно, особо рады, потому что давно уже такого не было. С чемпионатом мира, друзья, а это уже действительно большая вершина. У нас в студии находится сегодня Александр Власов, серебряный призер чемпионата мира по муай-тай, и Андрей Потапов, чемпион мира по муай-тай. Здравствуйте! Здравствуйте! Я вас искренне от всей души поздравляю. Кажется, еще недавно вот эта вот лестница только началась, по которой вы начали восходить активно. И вот уже, пожалуйста, такой замечательный результат. Но я так понимаю, что за другим результатом вы не ехали. Правильно? Правильно, конечно. Всегда едут все за победой, верно? Да, конечно, только победа. Это хорошо. Но вообще для того, чтобы попасть на чемпионат мира, вот то, о чем как раз я начала говорить, действительно, это нужно пройти определенные этапы. Вот для того, чтобы попасть, что проходили лично вы? Давайте так. Мы ездили на всероссийский отборочный турнир в город Тюмень. В каком месяце? В феврале месяце. В феврале месяце. То есть там определялся состав нашей российской сборной команды? Да, первые номера. Победители соревнований отбирались уже в национальную сборную. Ну, кто себя там хорошо показал? Естественно, не говорю про вас. Вы, естественно, показали себя прекрасно. А кто еще? В Сибирике. Угу. Амичи, Сургут, Дагестан. Ну, насчет Дагестана вообще не сомневалась. То есть такая большая интернациональная команда в итоге поехала в Бангкок? Ну, 26 субъектов. Из 26, ну, 20 субъектов точно присутствовало на бой. Поэтому, да. Ну, и энное количество из них дошли до медалей заветных, да? Ну, в общем, самое главное было собрать эту сборную для того, чтобы показать там что? Что мы лучшие в тайском боксе, которые вообще тайские изначально? Ну, конечно, в первую очередь. Чтобы выявить лучших среди своих и показать результат на мировой арене. Как это, когда ты, честно, я не представляю даже психологически, как это. Приезжаешь в Бангкок, город, вообще, в принципе, страна Таиланд, которая вся живет тайским боксом. Там не занимается тайским боксом, ну, не знаю даже кто. Абсолютно все, начиная с детей до взрослых. И как вот в таких условиях, когда тайцы, естественно, хотят победить в своем национальном виде спорта, показывает такой результат, который показала наша российская сборная? Тут один ответ. Тренироваться еще больше. Ну, как вас встречали тайцы? Замечательно. Замечательно. Как они своих поддерживают? Как чужих? Как самой организации вообще вопросов нет. Мы второй раз, ну, второй год подряд мы ездим. Второй год подряд организация на высшем уровне. Тайцы поддерживают хорошо своих и своих и чужих. Если ты показываешь хороший бой, то в любом случае не останешься без внимания. И не болеют именно за своих, они болеют именно за спорт, за продвижение, за красивые бои. Им не важно, кто победит. Им важно, что вот результаты, что красивый бой, что есть такие спортсмены, которые продвигают именно их дело. Ну, я понимаю, как обстоят дела у нашей федерации, да, местной, Благовещенской. Потому что действительно у вас есть возможность. Тут Таиланд у нас рядом. Поехали, если что. Даже совместные сборы устроили. То есть у вас это вот действительно настоящий тайский бокс. А вот как тем людям, спортсменам, которые живут в Дагестане, например, им же нужно тоже как-то перенимать этот опыт? Или не надо, или не обязательно в этом спорте такое внимание? Да почему? Тут в любом спорте важно внимание. Тут все зависит от того, кто стоит за твоей спиной, кто помогает тебе идти к этим победам. То есть нам повезло, очень повезло. У нас, во-первых, замечательный президент федерации, нашему, это Арутюнян Артур Георгиевич, который финансово очень сильно помогает. Вообще, в принципе, федерации России, не только нам. Плюс наши друзья, которые нам помогают здесь и продвигают, так сказать, новые результаты вы увидите сами. Результаты впечатляющие. Что касаемо Дагестана и любой республики, не важно, это будет Дагестан, Чечня, Ингушетия, хоть что, будет желание, будет результат. Будет энтузиаст там, все за ним пойдут, да? Но какой результат в целом все-таки у сборной российской? Мы понимаем, что у вас, безусловно, хороший результат, но вот в целом у сборной, потому что поехало, почти 30 спортсменов, да? Да, в целом первое общекомандное место. Команд много, ну стран же много участников, было 28 стран участников. Ну, в целом, конечно, не все страны привозили в каждый вес, ну, представителей. По спортсменам, да? Да, да, да. Потому что много же и дети, и юниоры, и взрослые, да, и также девушки, ну, что и дети, и юниорки, и взрослые. Но у нас в итоге сколько медалей золотых? 14. То есть победители в общекомандном зачете за 14 золотых медалей? 6 серебра, по-моему, 3 бронзы, 14 золотых. Потрясающий результат. Феерическое выступление вообще, на самом деле. Ну, остальные представители стран, кто еще, возможно, замечен вами был, как-то отмечен? Может, у кого-то свои какие-то стилистические? Тут всегда всего несколько стран. Да? Украина. Да, лидирующие. Украина. Болгария. Болгария, да. Болгария очень сильная страна у них, потому что, ну, вот именно Федерация ВМФ, которую представляет именно Мой Тай, у них, ну, в стране аккредитована, и она является основной. Ничего себе. И из-за этого, ну, у всех есть большой стимул боксировать именно по этой версии. Ну, я предлагаю для того, чтобы мы все-таки смогли увидеть всю красоту этого спорта, безусловно, красивого, посмотреть небольшое видео именно с этих больших соревнований. Вот кто сейчас находится на ринге? Это я. Так, Андрей Потапов. Да. Противник откуда? Болгар. Помните, узнай? Вот как раз Болгар, да, про который? Да, я в красный. Так, мы в красный, а он в синий. Ну, вот сейчас видим, что неплохо, видимо, он показал себя, да? Вообще, бой был тяжелый? Конечно, каждый бой тяжелый. Это уже финальный бой? Да, это финальный. Ну, ничего себе, да. Борьба там нешуточная. Да, действительно. Ну, и мы видим, кстати, болельщики, вот там везде просто темновато немного, но болельщиков много было? Да, много. И болельщиков. Это еще без звука. Это понятно, там крики-то, наверное, просто. Да, 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 криков там. Вообще, кстати, вот удается услышать, действительно, услышать своего тренера, который там рядом стоит и пытается подсказывать, когда такой шум стоит. Большая особенность тайского бокса, все бои идут под музыку. А, то есть там вообще никого не слышат. Но, тут, соответственно, есть свое же но. Твой угол кричит настолько громко, что ты слышишь абсолютно все. И музыку, и угол твоего соперника, и свой угол. Кто у нас с самыми крепкими голосовыми связками оказался? Ну, честно говоря, несколько лет, вот сколько мы ездим, это уже третий, второй раз, второй год подряд мы ездим, и третий раз, в общем, ну, это бразильцы, как бы, да? Бразильцы. Бразильцы. Вот мы видим, вот это вот медаль, да? Да. Собственно, вот это вот уже после победы. Вообще, травмы в тайском боксе часто бывают? Да, очень. Специфические, но, мне кажется, не более травмоопасны, чем тот же футбол, например, хоккей. Вот это вот уже, собственно, вручение медали, да? Да. Я вижу там, не поняла, это Александр? Да, 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 это я стою. Какие впечатления после боя? Каждый раз радуешься, как первый раз, каждой победе. Ну, что ж, действительно, посмотрели сейчас на грандиозные бои, хотя, наверное, они не так зрелищно выглядят, как если бы не было обмундирования, да, того же. Но вот этот вот уровень, накал, который происходит на ринге, ну, его не испытаешь никак иначе, если сам туда не вышел, правильно? Правильно. Вообще, спортсмены все-таки важнее, что психологическая составляющая во время турнира? Ну, если именно подготовка прошла правильно, что ты, ну, в себе уверен, что ты готов, самое главное, действительно, настроиться на бой. То есть, если физическая форма абсолютно стопроцентная, то тогда главное – это психология? Да, ну, что очень многих подламливает. А вот есть такое вообще психологическое давление от конкурентов, и как оно выглядит в муай-тай? Я потому что знаю, что в разных, по-разному видах спорта. Вот у вас как это? Ну, где всегда есть напряжение, абсолютно всегда. Ты пересекаешься со своим соперником, вы завтракаете вместе, увидитесь где-то вместе. Конечно, что он. Да, это война здесь только. Сначала война идет здесь, только потом она переключается на ринг. А она как-то вербально бывает выплескивается? Ну, конечно, яркий пример вам. Правда? Конечно. Ну, вот самый яркий пример – это Конор Баргрегор и Жизель. Это самый яркий пример, когда психология победила изначально, до того, как началась битва сама. То есть, когда проходит чемпионат, приезжаете заранее, действительно, постоянно сталкиваетесь во время… То есть, вы же знаете, кто ваш противник. Вы наблюдаете, мне интересно, за противников, когда он просто в быту? Да нет, зачем? Прямо как… Ты взглядами-то всегда встречаешься, и поздороваешься всегда, уважение всегда есть, но… Но просматриваете, я так понимаю, его бои заранее, естественно, знакомитесь с особенностями. Ну, на чемпионате, да, на чемпионате конкретно, когда уже знаешь ими, фамилию, да. Ну, я вот, например, не смотрел своих соперников. Вообще? Кто-то смотрит. Я смотрел, я смотрел, с кем буду боксировать. Ну, вот, мой бой прошел, у меня всегда по сетке попадалось, что у меня первый бой, а потом уже идут мои соперники. Я всегда стоял и смотрел. Что они могут представить? Что они могут, чему готовиться, что против них использовать. Ну, что ж, главный результат, действительно, с победой, вот, еще раз со всей души поздравляю. Но я так понимаю, что победное шествие, оно обязательно должно продолжиться. Что будет дальше? Через два месяца мы уезжаем в Европу, в Италию, на чемпионат Европы. Чемпионат Европы? Да. А это как-то после чемпионата мира автоматические приглашения получается? Да, не было времени проводить отборочный турнир. То есть сейчас? Это опять огромные деньги же, все это. То есть сейчас вам надо находиться, продолжать находиться в великолепной форме. Это уже сколько месяцев длится ваше? Долго. Уже несколько лет. Ой-ой-ой. Ну, я вам действительно желаю вот эту форму не терять ни в коем случае. Продолжать получать высокие награды на всех уровнях чемпионатов. Честно, мы вами очень гордимся. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Андрей Потапов, чемпионат мира по муай-тай, и Александр Власов, серебряный призер чемпионата мира по муай-тай. Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова